Привет, друзья мои! Я сейчас так далеко от камеры, потому что на мне радиопетличка, которую мы сегодня и будем проверять. Lensgo 338C. Недавно я делал обзор более блогерской, более дешевой версии, сейчас на мне петличка Lensgo, радиопетличка Lensgo, которая претендует уже на профессиональный уровень. Мы сегодня проверим ее в городских условиях, мы дадим ей более сложные задания, чем любительской версии, потому что Lensgo 338C уже более профессиональная модель и задания, естественно, для нее будут более сложные. Во-первых, исполнена радиопетличка в металлическом корпусе, она мне напоминает старые соневские петли, которые выглядели капец как надежно. Это выглядит достаточно неплохо, то есть по качеству исполнения материалов она мне нравится, это первое впечатление, которое я от нее получил, когда я открыл коробку. Чтобы внимательнее рассмотреть менюшку, мы с вами чуть позже перейдем в студию, где поковыряем, что есть внутри, самые главные настройки там есть, есть настройка частоты и настройки чувствительности. И немаловажно, это все разведено по каждому каналу, потому что петля Lensgo 338C работает с двумя передатчиками и, соответственно, настройки эти дублируются для каждого передатчика отдельно. Приемник 1, передатчика 2, то есть это удобно, если у вас два человека в кадре, вы хотите раздельно записать звук на два канала на одну камеру. Ну, это не очень удобно, но тем не менее, если такая задача у вас есть, звук вы можете писать на одну камеру, а вторую камеру уже синхронизировать с ней. Сейчас мы переходим к тесту в автомобиле, который я тоже очень люблю, потому что в машинах приходится снимать достаточно часто, и я не применусь делать тест в автомобиле. Во-первых, мы послушаем общий уровень шума без моего голоса. И теперь с моим голосом. Я надеюсь, что петля достаточно хорошо отсекает окружающий шум, и голос слышно четко и хорошо. Петличку, кстати, в передатчике я использую родную Lensgo, которая идет в комплекте, и я думаю, что по уровню передатчика этой петлички достаточно. То есть вам не нужно брать дополнительно какие-то петли, чтобы писать звук на Lensgo 338C. Вы можете смело использовать родную петличку, потому что обычно петли делаются такого же качества, как и передатчики. И в данном случае, если передатчик может передать какую-то частоту, какой-то диапазон, то я уверен, что производитель делает петлю с таким же диапазоном. Соответственно, мы сейчас проверяем комплект Lensgo 338C. И это был тест в автомобиле. То, что Lensgo 338C претендует на профессиональный уровень, говорят нам еще разъемы, которые не просто вставляются, а закручиваются. Это чисто профессиональное крепление разъемов. Оно у вас не выпадет, потому что выдергивание микрофонного шнура из петлички, из любительской, это в общем-то распространенная практика. Здесь разъем мы не выдернем ни в коем случае. Это очень хорошее решение и очень правильное. Далее, то, что мне понравилось, то, что в приемнике есть выход на камеру и контрольный выход на наушники. Если у вас в камере нету, если у вас в фотоаппарате, вот так вот скажем, нету выхода под наушники, что очень часто встречается на DSLR-ках, вы можете все равно контролировать звук. Правильнейшее решение. Далее. Зачастую нам придется писать не только микрофонный вход, а еще и линейный вход. И для этого на петличке есть линейный вход на передатчике. То есть вы можете подключить петлю к микшеру где угодно, не тягаться с проводами и бросить звук на камеру. Причем вы можете подключить к микшеру петлю одну, а вторую повесить на говорящего человека. У вас будет идти звук с пульта из человека. Поэтому двухканальная радиосистема это очень удобная штука. И в данном случае этот линейный вход оправдан вдвойне. А сейчас, ребят, мы с вами протестируем петличку в условиях шумного помещения. Я пишу звук на один канал, потому что у нас два передатчика и мы разводим передатчики по канально. И сейчас мы проверим, насколько петля хорошо работает в условиях шумного помещения. Оркестр уже репетирует, поэтому мы можем протестировать, насколько посторонний шум мешает записи звука. Если я приближаюсь к оркестру, то, естественно, шум натягивается больше. Но я надеюсь, что качество петли достаточное, чтобы мой голос звучал все-таки громче, чем оркестр. Это был тестик на шумное помещение. Я надеюсь, с ним получилось все хорошо. Так что, ребят, еще у нас тест на улице обязательно будет, где мы проверим, насколько хорошо работает ветрозащита. А сейчас, друзья мои, мы проводим тест на сопротивление ветру. Ветер сегодня просто охрененный. Я знаю, что эта петля не справится, потому что никакая петля в такой ветер не справится. Задувание зависит больше от ветрозащиты, даже чем от микрофона. Но никакая поролоновая ветрозащита с таким ветром не справится. Я не думаю, что у меня на монтаже я увижу сейчас какое-то чудо абсолютное, поэтому я думаю, что задувать немножко будет. Про саму петлю хочу сказать очень важный момент, что эта петля пишет на себя. То есть, если по стабильности сигнала я не скажу, что она лучше, чем Sennheiser, потому что, как ни крути, если эта петля претендует на профессиональный уровень, я ее сравниваю с Sennheiser. И я знаю, что Sennheiser лучше всех на свете пока что. Во всяком случае, по стабильности сигнала. Потому что я с петличкой Sennheiser могу ходить, и сигнал будет проходить через бетонные стены абсолютно легко. Ну, бетонные стены, может быть, нет, но кирпичные точно прошивает. По сигналу, если и проблемы здесь есть, то карточка, которая вставляется в петличку и пишет на себя, решает проблему нестабильного сигнала. Единственный нюанс, который мне не понравился, два момента, которые в петле мне не понравились. Вот момент номер один. То, что запись включается при включении петлички или не включается. То есть, через меню можно настроить, включена ли запись. Я хотел бы, чтобы там была кнопка, которая запускает запись. Мне бы так было удобно. Мне не нужно постоянно писать, когда петля включена. Это минус номер раз. И минус номер два, как ни странно, чувствительность кнопки включения самой радиопетлички. Потому что иногда она нажимается даже лежа в сумке. И ее случайно нажать на передатчике тоже очень легко. А однократное короткое нажатие на кнопку включения мутирует петличку. Длинное нажатие выключает, короткое мутирует. И у меня уже несколько раз было, что я случайно где-то нажимал кнопку включения. И звук с петлички не писался. Поэтому вот это два момента, которые мне в петле не понравились. Сама петля мне понравилась качеством сборки. Сделана она добротно. Корпус у нее напоминает мне старые соневские петлички. Такой железный кирпич. Надежный такой. Радует этот кофрик антистатический больше, чем защитный. Потому что если его уронить, я думаю, что он раскоцается. Но антистатические свойства он, в общем-то, будет исполнять. Мне понравилось крепление. Крепление на пояс. Очень неплохое. Стандартная прищепочка. Достаточно крепкая, качественно сделанная. То есть по изготовлению петли вопросов нет. Видно, что ребята постарались. Материалы использованы хорошие. И вам не стыдно будет работать с такой петличкой. Вешать ее на актера, на какую-нибудь звезду. Выглядит она качественно и нормально. Сейчас звук идет с карточки. Я включил запись на петличке. И мы можем сравнить сейчас звук с камеры и звук с карточки. Еще раз. Звук с камеры и звук с карточки. В общем-то, качество звука записи на карточку абсолютно приемлемое. Поэтому, в общем, вы можете не бояться того, что если у вас пропадет сигнал, вам придется вставлять звук с карточки. Он будет хуже. Нет, хуже он не будет. Этого можно не бояться. Из еще минусов, я бы сказал, ну, наверное, это больше минус не петли, а батареек. Она почему-то у меня на морозе, был мороз минус 15 на улице, она жрала батареи как бешеная. Я, в общем-то, думаю, что скорее больше это к морозу и к качеству батареи. Хотя были дюраселки, но дюрасел тоже бывают разные. Вот это, наверное, были не очень дюраселы. Много партий батареек у меня проверить, к сожалению, пока возможности не было. Ну, на всякий случай отмечу, ребят, обратите внимание, на сколько хорошо держат батареи. Скорее всего, все-таки вопрос к изготовителю батареи, чем к Lens Go. Сейчас я проведу тест на городскую зашумленность. Если петля претендует на профессиональный уровень, она должна хорошо отсекать посторонние звуки. На оживленной улице посторонних звуков достаточно. И если мы сейчас слышим мой голос чисто и качественно, что я увижу уже на монтаже, значит петля не зря претендует на профессиональный уровень. Петличка сейчас работает в моно-режиме, ну, в стерео, точнее, режиме. Пишется на один канал, на монтаже я звук разведу на два канала. Я буду постоянно эту петлю тестировать в режиме записи каждой на свой канал. Иногда одну, иногда две. Если я буду писать одну петличку, я буду разводить звук на оба канала. И если эта петля справится с отсечением шумов, посторонних шумов, будет захватывать мой голос чисто и качественно, то, значит, это достаточно хороший уровень петлички. Шум был достаточно громкий, вы можете сейчас это все сами послушать. Теперь в условиях тепленькой студии давайте посмотрим, во-первых, комплектацию, что идет в комплекте с радиопетличкой, и, во-вторых, поковыряемся в меню, потому что на улице в минус 15 как-то не очень радостно влазить в меню. Итак, для начала микрофон. Сама радиосистема. Коробочка красивая, тут вопросов нет. Внутри у нас в поролончике уложены, передатчик и два приемника, мануальчик и сопутствующие всякие наши проводочки. Естественно, приемник сейчас у меня стоит на камере, один передатчик лежит в кармане, а второй передатчик мы сейчас достанем и посмотрим, что у него в менюшке. Кроме двух передатчиков приемника, естественно, в комплекте две антенны, которые накручиваются на приемник, и два кабелечка для камеры. Один кабель это TRS, который сейчас включен в DSLR-ку, я пишу звук на Canon EOS R, и в комплекте еще один кабелечек TRS, который можно подключить к телефону, что намекает, в общем, про блогерскую направленность и возможность использования блогерами. В комплекте две петлички и к ним же ветрозащиты. Дополнительно можно приобрести бустер, усилитель сигнала, активные антенны, которые вы заряжаете отдельно и накручиваете на приемник. Это отдельный совершенно тест. Сам передатчик выполнен, как я говорю, прям чудненько. Питается он от двух пальчиковых аккумуляторов AA, которые вставляются в стандартной вариации, и еще петличка имеет вот такую вот защитную пластиковую коробку, кейс. Я не уверен, честно, не уверен, что этот кейс выживет при хорошем падении, но сама петля выглядит очень добротно, сделана прям настолько приятно, ее очень приятно держать в руках. Итак, по менюшке. В первом пункте вы можете менять частоту петлички, и это предполагает, что на площадке у вас может быть задействовано множество таких радиосистем. Это раз, вы можете поменять частоты и записывать одновременно много каналов, у них предустановлено 99 каналов, во-вторых, вы можете найти менее зашумленную частоту и перейти на нее. Приемник работает с двумя передатчиками, и во втором пункте вы можете назначить А или Б, первый или второй передатчик, какой канал будет занимать эта конкретная петличка. Следующий пункт это Power Key Lock. Это хороший пункт, потому что мне жутко не нравится, что при случайном нажатии на кнопку Power у вас мутируется петличка. И это у меня случалось, и этим пунктом вы можете это победить. Дальше идет усиление микрофона. У нас доступно от 0 до минус 3, и от 0 до плюс 3. Это тоже полезная функция, я попробовал в общем в разных режимах, но в 0 оно работает нормально. Если у вас микрофон расположен далеко, вы можете немножко приподнять. Но вот сейчас у меня микрофон расположен не в идеальном месте, практически под горлом, но я работаю в нулевом гейне, и в общем все нормально. Следующая настроечка LED-экрана. Тут выключение подсветки экрана. Задержка 30 секунд для экономии батареечки, ну и опять же, чтобы он просто так не светился. И выключено-включено. Окей. Следующий пункт Low Cut. Low Cut фильтр здесь в трех режимах. Low Cut выключен, Low Cut 75 Гц, и Low Cut 150 Гц, что в общем для шумного помещения или для улицы вам может пригодиться. Я Low Cut не включал, чтобы мы слышали чистый ее звук, и поэтому этот пункт мы использовать не будем. Следующий пункт Аудио вход. Кроме записи с петлички, передатчик умеет писать Line In, то есть вы можете подключить его к пульту звуковому и снимать звук с пульта. Это вообще классная функция, это мне очень нравится. Следующий пункт TX Power, это мощность передатчика. Она доступна в режимах Low, Middle и High. Пункт Record отвечает за запись на карточку. Вот тут мне не очень понравилось, потому что режимы только включено и выключено. То есть при включении петлички передатчика у вас сразу начинается запись, либо не начинается. У вас нет возможности запустить запись по кнопке. Вот это мне не понравилось, потому что я не хочу писать сразу на карточку, когда петличка включилась. И мне лень, честно говоря, и не очень нравится лазить глубоко в меню, чтобы включить запись. Вот это единственный минус, который по сути, по большому счету, у этой петлички есть. Но саму запись на карточку минусом никак нельзя назвать, потому что если вы потеряли где-то сигнал, у вас есть подрывы или пропадания, карточка, на которую записан звук, выручит вас вот в 100% случаев. Потому что на карточку пишется качественный звук 48 Гц и 16 бит. То есть тут вообще вопросов нет. Вы получаете с карточки абсолютно чистый, хороший, качественный звук, который страхует любые пропадания сигнала, даже если вы не используете вот эти усилители сигнала, бустерные антенны. В разделе Language вам доступен английский язык и два вида иероглифов, которые я не знаю, кому принадлежат. Наверняка одни из них китайские, а вторые или корейские, или японские. Честно говоря, они большой специалист в иероглифах. И все. Пункт сброса до заводских установок и выход из меню. Ну, в общем, меню достаточно правильное. Давайте теперь посмотрим, что у нас в меню на приемнике. По каждому каналу А и Б у вас доступны три регулировки. Power отвечает за то, включен или выключен передатчик. Channel вы можете поменять частоту и Volume вы можете изменить уровень приема сигнала. AutoSearch и Infrared соединение это режимы коннекции передатчика к приемнику. Если у вас зашумлено или вам нужно быстро запарить петлички передатчик и приемник, вы можете сделать это через инфракрасный порт. Потом кнопочка Power Key Lock, которая может заблокировать кнопку включения. Настройка экрана. То же самое, как в передатчиках. Задержка и включена-выключена. Audio Output. Варианты Mono и Stereo. Если вы пишете только один передатчик, вы можете смело ставить Mono и звук будет писаться на оба канала стереоканала камеры. Если вы пишете две петлички, выставляете стерео и каждый передатчик передает сигнал на приемник только на своем канале. Настройки языка тоже не сильно богатые. Сброс на заводские настройки и выход. Экран у приемника очень информативный. Во-первых, вы видите уровень заряда приемника и обоих передатчиков. Сверху у вас индикация приема передатчика. И с каждой стороны у вас есть индикация уровня сигнала. Теперь давайте отложим петличку в сторону и поговорим про вот этот вот удивительный девайс. Это усилитель сигнала. Антенный бустер. Если вы такой изверг, что хотите писать на каких-то супер расстояниях или вдруг, если вас устраивает, что у вас человека нету в кадре, а он стоит за стеной, то вот это вот вам обязательно нужно. Эта штука докупается отдельно. И что из себя представляет? А представляет она из себя, тут есть мануал по использованию, представляет она из себя две активные антенны, которые вы ставите в приемник и на них уже накручиваете свои антенны. И в итоге вы получаете вот такой вот девайсик. У него есть встроенный аккумулятор. Честно говоря, время работы не скажу, потому что посадить у меня его не получилось. Продержал он несколько часов, не выключаясь, так что знаю, что работает долго. И у него есть три режима работы. Во-первых, у вас он работает поканально, так как петля у вас двухканальная, то и работает он в режиме А и в режиме Б. То есть отдельно по каждому каналу приемника. Усилитель имеет H1 переключатель и три режима работы. Первый режим выкол, второй режим медиум, среднее усиление и хай, максимальное усиление. В следующем тесте мы с вами проверим, как он будет прошивать двери и бетонные стены. И проверим в двух режимах, в среднем и в самом мощном. Итак, перейдем к следующему тесту. А до этого я хочу послушать с вами тишину. Насколько петличка в стандартных своих настройках, без low-cut фильтра, будет натягивать шумы и имеет ли она свой вообще внутренний шум. Потому что на улице проверить это мы с вами не могли. Поэтому давайте послушаем тишину. Единственное, что сейчас в студии шумит, это кулер ноутбука. Ну, я думаю, что он его не будет натягивать, потому что петля, хотя и имеет достаточно широкий диапазон захвата, но тем не менее вниз она все-таки не работает. Поэтому я думаю, что со студийным тестом мы закончили. На улице я его проверил во всех режимах, которых было возможно. И теперь мы перейдем к тесту усилителя сигнала. Вот прям интереснейшая штука, потому что я с такими раньше не встречался. Погнали! На мне передатчик, на камере установлен приемник с усилителями сигнала и в максимальных настройках. Мы сейчас проверим, как далеко сигнал пробьет и что вообще с этим можно делать. Итак, я буду говорить и уходить от камеры. Мы посмотрим, насколько далеко сигнал будет пробивать. Звук пишется на камеру, но я буду уходить с телефоном, чтобы мы понимали, где у нас пропадает сигнал, а где у нас сигнал все еще есть. Я выйду сейчас из одного помещения и пройду на улицу. Я думаю, что если на улицу через две стенки у нас сигнал будет пробивать, то это будет неплохо. Вот мы уже вышли на улицу. Попробуем пройти немножко вдоль здания. Вот здесь теоретически две стены у меня перекрывают сейчас между мной и приемником. И давайте будем возвращаться. Сейчас потихонечку возвращаемся. Считаем раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И проверяем сигнальчик через... Теперь одну стенку и вторую. Сейчас мы уже приближаемся к камере. То есть сейчас у меня уже сигнал должен быть вообще хороший. Естественно. Раз, два, три, четыре, пять. И у меня сигнальчик хороший. Сигнал раз, два, три, четыре, пять. Естественно, уже сигнал есть. Итак, мы сейчас проверили бустер-усилитель сигнала. Следующий тест, тест на лестничном пролете. Я сейчас поднимусь на один этаж вверх, чтобы проверить, как у нас это все дело получится. Вот у нас сигнал сейчас однозначно есть. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И проверим, что будет, если поднимусь на этаж выше. Вот теперь у меня прямой видимости уже, конечно же, нет. Сигнал сейчас перекрыт. Я, в общем, сейчас нахожусь примерно над камерой. Раз, два, три, четыре, пять. Если сейчас сигнал есть, это очень будет хорошо. И возвращаемся к камере потихонечку. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Звук сейчас идет с камеры. То есть я пишу на видео на телефон, но звук сейчас идет с камеры, естественно. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, теперь-то уж, я думаю, сигнал у нас будет, потому что я нахожусь сейчас в прямой видимости у камеры. Вот так вот работает усилитель сигнала у радиопедлички Lensgo. Стоит Lensgo 338C в магазине Recrow Shop, в котором я брал ее на тест, 432 бакса. Много это или мало, судить сложно, потому что для радиосистемы с двумя передатчиками это цена неплохая. Есть ли более дешевые конкуренты? Есть. Лучше ли они по качеству? Не могу сказать, потому что по исполнению петля сделана ну просто шикарно. То есть, когда берешь недорогую петличку в руки, ну вообще любой недорогой девайс в руки, ты видишь, что он недорогой. Чувствуется по, хотя бы по материалам. А по начинке сложно сказать, потому что это уже будет выясняться в процессе эксплуатации. Через годы, когда она у вас либо прослужит недолго, либо долго. Вот здесь держать в руках ее очень приятно. То есть, видно, что качество здесь на уровне. Если сравнивать ее с тем же Sennheiser, то, конечно, по цене она очень-очень вкуснее Sennheiser. Но по стабильности сигнала она все равно не лучше Sennheiser. А пока что лучше я ничего не встречал. Но за это, ребят, нам приходится отламывать гораздо больше денег. Здесь же это такая золотая серединка по цене и по качеству. Потому что можно купить дешевле, но они будут слабее исполнены. И можно купить более профессиональную железяку. Она будет, естественно, дороже. За радиосистему нормального уровня с записью в передатчиках. Запись в передатчиках это, по-моему, самое топовое решение для этой системы. Достаточно комфортным меню с широким диапазоном настроек и качественным уровнем звука. Наверное, это немного. Но немного для продакшена, либо за человека, который зарабатывает с помощью этих девайсов. Для блогера, наверное, многовато. Но, опять же, у Lens.Go есть блогерская версия, которая по цене гораздо вкуснее. Она стоит всего 250 баксов. То есть, если брать ее для работы, наверное, можно. И потому самое слабое место у нее перед Sennheiser. Это то, что сигнальчик она держит похуже, чем Sennheiser. Но тут решает все карточка, которая пишет все на себя. И вы можете этот, в общем, момент победить легко. Все остальное, по большому счету, мне понравилось. Больше всего, конечно, качество исполнения. Потому что просто очень приятно держать в руках. Так что, дорого или нет, решать вам. Напишите в комментах. Мне интересно вот ваше мнение. Дорого ли 430 баксов за эту радиосистему или нет. Я надеюсь, я открыл все плюсы и минусы этой петлички. Lens.Go 338C. Я протестил ее во всех возможных вариантах. Поэтому все, что с ней можно было сделать, мы с вами сделали. Итак, Lens.Go 338C. Петличка, которая претендует на работу с профессионалами. В общем, меня порадовало. Общие впечатления у меня от нее положительные. Заменил ли я бы ее на линейных, на рядовых съемках, в общем-то, легко. Заменил бы я ее на каких-то ответственных съемках. Если бы у меня бюджет не позвонял, то, в общем, тоже легко. Потому что, как минимум, подрывов мы можем... Ох, какой хороший ветер. Сейчас наверняка задувает. Подрывов мы можем не бояться. И карточка нас спасет в любом случае. И если у вас нет денег на покупку или аренду сенхайзеров, в общем-то, можете смело брать себе Lens.Go 338C. Если вы продакшн, которому нужен объем, которому нужна постоянная работа, я думаю, эта петличка справится. Синхронизировать звук с карточкой, опять-таки, не проблема, потому что минусы, которые я у нее нашел, они не критичные. И, в общем-то, качество Lens.Go 338C позволяет ей работать на профессиональной съемке. Но, если вы возьмете ее себе для блога, я скажу вам, вы тоже разочарованы не будете. Потому что эта петличка получше, чем блогерские, любительские серии. И она мне понравилась гораздо больше. Спасибо, что были со мной сегодня. Оставайтесь на видео Зон Эксель. Пишите комменты. Если вы не подписаны, подписывайтесь. Здесь будет еще много интересного. С вами был Сергей Блинов на видео Зон Эксель. До встречи, ребят. Пока.